Ребята, всем привет! Я тут решил купить за реальные в деньги гемов, чтобы открыть новое растение, огненный горахомет. Потому что сейчас я начну проходить новую главу, и поэтому, чтобы уже сразу получить это растение, решил заказать его. Ну давайте, приступим. Вот такие у нас, ну значит, 5 новых растений мы откроем. Чуть позже одно я купил. Можно еще одно купить, это тоже с этой главы, но она мне не нравится. Она как бы отбрасывает всех зомби обратно и замораживает линию, то есть целую линию таким образом. А, здесь всего 30 уровней на самом деле, не 32, как я говорил. Ну ладно, поехали. Я так думал, проходить, не проходить, как-то сегодня не хотелось играть. Ну сейчас думаю, блин, а почему бы не купить мне это растение, тогда легче будет проходить. Я думаю, почему бы и нет, и решил попробовать. Брррр, it's colder than polar beer eating an ice pop. Тут холоднее, чем когда полярный медведь ест типа мороженого. Холодное мороженое, что-то типа того. Так, 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 так. Ну здесь фишка, что наши растения со временем будут замерзать. Я сразу же буду использовать суперкрутое новое растение. Так, 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 ну что еще придумать? Чего еще добавить сюда? Ну давайте таких попробуем, посмотрим, насколько они крутятся. Здесь взрыв, это и, например... О, вначале можно через мину начать. И когда наши растения замерзли, как вот эти вот, например, да, мы видим, что здесь орех замерзший, то зомби не едят эти растения, они просто проходят насквозь. С одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо. Некоторые растения хорошо, что когда они замерзнут, а некоторые плоховаты. Ну пока что здесь начало, здесь такого не будет, что будет замерзать что-то. Здесь просто как тренировочка такая небольшая. Начнем через мину. Все, денег сейчас будет много, давайте сразу размораживать. Вот так вот. Такое растение классное. Стоит, вышло оно мне 7 долларов. За 7 долларов я купил 110 гемов, а оно стоит 109. Ну у меня были еще какие-то гемы. Но все равно уж надо всех растений рано или поздно купить, чтобы показать вам коллекцию своей. Да и вообще игра будет интереснее выглядеть. Огненные вот эти вот новые растения, они все-таки сильнее, чем обычные грахометы. Они наносят, по-моему, ровно в 2 раза больше повреждений. Поэтому по этой цене это очень супер выгодное предложение. Поэтому я с удовольствием купил. На самом деле мне это растение еще нравится очень. Не знаю почему оно нарисовано красиво. Такой огонь и стреляет. Очень хорошая анимация. Поэтому я решил прикупить это растение. Я его уже покупал на другом аккаунте, когда проходил. Но и так как за гемы приходится снова покупать, они хитро это все сделали. Но так как я делаю видео для вас, почему бы и не потратить деньги, не показать это растение. Может вам тоже понравится, вы тоже купите. Я рекомендую. Это, наверное, самое лучшее растение по цене. Выгодно очень покупать. Ну, имитатор самое крутое растение. Имитатор, потому что я всегда его использую. Он везде понадобится. Имитатор. А это второе по крутости растение, которое можно купить за реальные деньги. Ну, и за гемы, я считаю, как тоже за реальные деньги. Так, давайте двойную скорость. Здесь очень легко с этими растениями, что мы сделали. Вы сами видите. О, кстати, давайте посмотрим, как они стреляют. А, они целую линию так огненную делают. Понятно. Давайте еще раз попробуем. Оп. Вот так вот они работают. Очень круто. Так, ну что, мы открыли новое растение. Я знаю, что это такое. Могу сказать вам, это бесплатное растение. Она позволяет размораживать одно ваше растение. То есть поверх ставите, ждете где-то секунд пять. От трех до пяти, не знаю точно. И ваше растение будет разморожено. Так, Crazy Dave просит оценить игру. Я уже давно оценил и пять звезд этой игре поставил. Очень давно. Еще в 2013 году. Не смотри на меня, если у вас планирует. Как плохо. А, ну вот-вот-вот. Нас сейчас будут учить, как размораживать их. Поехали. И берем сразу же это растение. И новое, которое мы только что открыли. Где оно? Где оно? А, за меня уже выбрали. Хорошо. Я это не попробовал в прошлый раз. Давайте попробуем, но какой-нибудь взрыв. Тут вот так. Давайте заморозку. Поехали. Ага, это горохомет. У нас уже сразу дается. Соответственно, нам очень легко будет вначале играть сейчас. Вот, смотрите, сейчас восстановится. Я сразу разморожу. Вот, пошла разморозка. И они сейчас продолжают дальше размораживать все. Соответственно, здесь зомби будут первый, третий и последний ряд проходить. Потому что вы видите эти вот направления. Они показывают, куда зомби сдвигаются. Но чуть позже... Чуть позже будет больше... Чуть позже будут зомби, которые, по-моему, летают. Что-то типа того. Или птицы какие-то будут. Тут я помню, как-то пролетали зомби насквозь. Какие-то были. Но я просто забыл уже, что это было такое. Давайте еще более. Что денег не хватает. 175 даже не могу купить. Сейчас я везде здесь поставлю. Целую линию и дальше за 250 поставлю. Растение с прошлой головы. Пляжная волна. Она мне тоже нравится. Но она 250 стоит. Цена завышенная. Надо 200 ставить. Но она прикольная, что она в каждую линию стреляет. Но она очень медленная. Растение само по себе. Поэтому это не настолько круто. А, здесь типа наши растения еще начинают замораживаться чуть-чуть. Как мы видим. Да. 250. Давайте размораживать. Так, сюда надо побольше ставить. Именно таких растений. Новых моих грахометов. Уж там больше зомби идут. Они по центру больше всего и по бокам. Но по бокам всегда больше, потому что они с тех двух линий идут еще туда. Ну все, последний. Добиваем. Получаем мешок с деньгами, наверное, больше ничего. Да. Чуть позже нам еще дадут специальное растение, которое кидается, по-моему, перцем, да. Огненным перцем. И она размораживает всех вокруг растений. Соответственно, это то же самое, как мы делали в первой части растения против зомби. В оригинальной игре, я имею в виду. Там надо было ставить амбреллу, то есть зонтик, когда стреляет катапульта. То же самое и здесь. Точно таким же образом надо ставить. Поехали. А здесь уже замороженные зомби появятся. Вот это прикол, да? И как мы видим, все зомби будут снизу идти вверх. О, давайте их разморозим. И мы нам дали новое растение, которое отбрасывает их обратно. Давайте посмотрим, можно ли их отбросить так. Нет. К сожалению, нельзя. Но я проверил. Сейчас я их, значит, разморожу и отброшу обратно. Но здесь надо равномерно их ставить, на самом деле. Вот что, смотрите, сколько зомби идут. Надо было снизу их атаковать в первую очередь. Сейчас они вверх пойдут и все тут съедят абсолютно. Музыка хорошая в этой игре, мне нравится. Так, этих сразу отбрасываем обратно. Нельзя давать им подходить ближе. Здесь можно шипы ставить спокойно. Потому что рано или поздно все зомби туда почти дойдут. Соответственно, шипы здесь идеально подходят под эту стратегию. Сейчас много зомби пойдет вверх. Ну, я думаю, добьем мы их. Да, добиваем. Вот здесь музыка самая приятная из всех. Вообще, глав. Мне нравится, как они сделали ремикс. Очень приятно. Так, 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 сейчас вверх пойдут. Я больше шипов добавлю. Давайте отбрасывать его. Все-таки с ведром мы его не пробиваем. Надо следить за этим. Здесь и сверху шипы можно поставить. А надо было вниз шипы ставить. Все-таки там эффективнее. Здесь только с этой линии проходят зомби. Так, шипы вот сюда. Это еще даже не последняя волна. Интересно, а что если на шипы использовать? Давайте попробуем. Я никогда не использовал суперспособность на шипах. Что она будет делать? Может, они станут более крутыми, шипы? Или это просто наносить будут быстро повреждения всем? Давайте смотрим. Вот эти шипы давайте смотрим. А, они целую линию всем наносят повреждения. Понятно. Прикольно. Кстати, если вот этот сюда поставить, он тоже сначала относит? А, тогда это растение неплохое. Видите, как оно работает? Неважно, куда ты ставишь, она целую линию направо всех перебрасывает. Давайте двойную скорость. Ничего сложного здесь нет. Сюда шипы, туда-сюда. Они от одних шипов могут умирать уже даже. Даже ведра не доходят до нас. А если уже кто-то и дойдет, я его отброшу сразу направо и заморожу. Кстати, смотрим, что нам больше растений не дают. Видите? Какой прикол. Типа они закончились. Не идут новые растения. Вот только эти даются. Тогда давайте быстрее добивать. Вот эта глава для меня самая интересная. Не знаю почему. Она не настолько сложная, как, например, пляжная волна. И мне нравится музыка и оформление здесь хорошее. И, ну, красиво нарисовано еще все. Вот видите, эти бобры даже какие-то слева, да? Бобры, газонокосилка и прочее. То есть, выглядит хорошо. На самом деле, бобры уже крызет дерево. То есть, это как бы не газонокосилка, а дерево-косилка. Ну, это как бы уровень был. Он показал, что это есть растение, его можно купить. Но это растение, оно мне не особо нравится. Поэтому я выбрал растение другое. Я предпочитаю вот это растение. Так, ну что здесь? Какой-то чувак, какие-то палки или что он там кидает? Я не помню. Надо смотреть, проверим. Что он там делает? Поехали. Значит, они снизу вверх идут, да? Ну, эти с двойной скоростью. Мы так больше уровней за одну часть сможем пройти. А, еще прикол этих горохометов огненных, их нельзя заморозить. Да, их надо ставить в первую линию на самом деле. А все остальные нам во вторую линию. Тогда будет, есть смысл в этом. Реально. Сейчас все построим. Денег много. Вот эти огненные, они реально крутые. Все как надо. А, может те с палками, они замораживают растение? Или что они делают, я не помню. Какие-то новые зомби. Вот он, зомби новый вышел. Что он будет делать? Идет, ничего не делает. А, вроде да, вроде замораживает. Ну, это странно как-то выглядит. Я не уверен. То ли он атакует таким образом, то ли он замораживает. Мне кажется, он разрушает просто-напросто. С двойной скоростью приятно играть с этими растениями. Мы быстро всех убиваем. А, замораживать нельзя, заморозка же не работает против этих. Вот так вот. Заморозка не работает. Кстати, три горахомета огненных недостаточно, чтобы убить с ведром зомби. Надо четыре вроде как. Давайте пробовать четырьме. Четыре это как восемь обычных горахометов, на самом деле. Получается. Все. Вон, дали. Дали новый костюм, я уверен. Это просто костюм. Давайте костюм, пожалуйста. Нет, как всегда, не то. Ну, ничего, мы потом уже, когда босса я убиваю, я сыграю эту пената пати. А я за сегодня за один день попробую пройти всю главу. У меня сегодня, в отличие от вчерашнего дня, как-то не напрягает эта игра. Потому что, когда играть не хочется, я стараюсь не играть. Чтоб интереснее вам было, потому что я сонным не хочу играть. Так, ну вот, появилось у нас новое растение. Все вокруг, видите, оттаивают. По одной клетке, по бокам. Вот так вот это все работает. Соответственно, вокруг него надо всех выстраивать. Обычных других растений. Вот, смотрите, как уже классно, да? Что-то мне ничего не дают новых растений никаких. Что-то застряло все. Ой, я же не туда поставил, ребята. Куда же я поставил? Давайте сюда поставим, чтобы красиво было. Я чуть-чуть забыл. Не туда поставил. И сюда ставим. А еще можно на огненного. Это то же самое, как он кинет. Так же, как на арбузы суперспособность действует. И вот так вот через одну клетку их надо выстраивать в идеале. Да, только сверху я снова не так поставил, как надо было. Вот, смотрите, тогда выкопаем и сюда поставим. А теперь нормально. Давайте суперспособность проверим. Ну да, похоже, как арбуз кидает он. И всех взорвает. Очень похоже. Давайте кое-нибудь сюда еще поставим. У нас там зомби каким-то образом прошел один. И его теперь никак не убить. Замерзло мое растение, вот видите, сверху. Надо здесь поставить. А здесь вроде летающих нету. Здесь просто есть зомби, которые, типа, такие быстро пролетают, да, пробегают. Типа волна. Напоминает, как и в Египте была такая же тема. Да, вообще почти в каждой главе они такое делают. Только по-разному. А эти, получается, замораживают, да. Кидают просто снег, лед и все. И заморозка идет, по сути. Они не убивают, вроде как. Они просто замораживают. То есть они безобидны, на самом деле, если у тебя все отлично с огнем этим. А если проблемы, то да, да. Тогда это не очень приятно. Так, я не понял, что мы ждем? Пока мы разобьем этого. А, типа, надо было всех разбить. После этого закончился игра. Ну что, 5 уровней прошли. Всего за 15, за 18 минут. Это реально очень быстро. Самое быстрое проходило. Так, у меня тут место на диске закончилось. Я прошел 6 уровень, но не записалось. Так что давайте еще раз пройдем. Я как раз прошел, у меня выскочила ошибка, что не хватает места. Так, значит, как я бы проходил. Ну что у нас тут? Ну как стандартно беру вот это растение. Так, 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 что я там получил? Давайте огнем, да, 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 неплохо, кстати. Я в прошлый раз так не делал, но попробую через огонь поиграть. И давайте какой-то взрыв. Все, поехали. Сейчас все сделаю по-другому немного. Я там прошел без проблем, просто место закончилось. Сейчас я удалил, допишу. Мы пройдем 6, 7, 8. Попробуем быстренько пройти. У меня 10 гигабайт места осталось. Сейчас даже не хватает. Но я хочу хотя бы в первой части пройти. Хотя бы 8 уровней будет круче так намного. Так, здесь огонь поставим. Снизу тоже огонь поставлю сейчас. Так, ставим огонь. А, я забыл, забыл, ребята. Сейчас надо было сверху. А, так получается от этих огонь тоже идет, ребята. Я не знал, что вокруг них тоже не разомерзает никто. Я только сейчас это понял. Вот такие дела, оказывается. Поэтому они крутые, эти растения. Я просто забыл вначале сейчас сыграть. Разморозить вот эти вот растения-подсолнухи. Получилось не очень круто, таким образом. Начало плохое. Сейчас шипы. Вот шипы будут замерзать. Надо тоже поближе что-то поставить к ним, чтобы разморозить их. Так, давайте по центру поставим. О, здесь неплохо вот так будет сразу дракончик стоять. Очень хорошее место для него. А чуть ближе у нас будет за 200. Вот это растение. Блин, что-то его съели. Что-то его съели-то. А, дракончика поставлю. Ну, видите, тут все легко проходится. А, еще эти выйдут. Не успел я. Вот, шестой уровень я прошел. У меня открыли растения. После этого сразу же я больше не играл. У меня... Я увидел ошибку, что не хватает места. Ну, круто, что как бы она сохранила все видео. Даже если места не хватало. А раньше, я помню, эту программу использовал. И она, короче, если такое было, она все видео как бы не сохранялась. Соответственно, полностью надо было перепроходить все. А в этой версии все сделано четко. Поэтому пройдем сейчас седьмой и восьмой уровень. Так, вот нам дали седьмой сейчас посмотреть. Так, седьмой уровень. Поехали. Седьмой, после восьмого нам подарок дадут какой-то. Посмотрим подарок. И на этом первая часть новой главы закончена. Так, 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 так. Тут будет, короче, холод. А маленькие эти будут. Новые зомби. Мини зомби. Так, значит, чтобы придумать. Ну, через... Где имитатор? Ага. Ну, стандартно берем все для разморозки, да. По-любому шипы хорошо идут здесь. Дракон очень хорошо заходит, да. Ну, какой-нибудь зритель. Так вот, а проходит. Точно такой же, как и в предыдущий раз практически выбор. Если не в один-в-один. А, здесь у нас зомби заморожен. Окей, главное его не разморозить первым. Кстати, неплохое место реально подсказывает нам. Видите, что здесь эти налево стреляют горахометы. Все равно их никто не съест с этого места. То есть идеально подходит место. Только по центру защищайся и все. И все будет офигенно. А здесь шипы можно ставить. Вообще круто, да? Ой, правда они замерзать будут. По центру зомби не убьем. Давайте взорвем туда. Надо уделить внимание центру. Теперь здесь надо уделить внимание. Ну, в целом, ничего трудного, да? Я ничего не успеваю сделать. Со всех сторон я их убиваю. Давайте способность используем. И еще раз способность. Сейчас мы всех убьем. Ну да, отлично. Очень быстро прошли. Прямо, я не знаю, 2-3 минуты тут и все пройдено. Поэтому мне нравится эта глава. Она какая-то легкая для меня. Она и до этого была, когда я не покупал этого огненного растения. Я помню, проходил тоже очень быстро. Все получалось. Плюс в этой главе всего 30 уровней. Получается. Ненапряжно. Потому что все-таки 32, а это уже перебор. А то 29 и босс это само то. Так, сейчас последний уровень и заканчиваем первую часть. Большое видео получится больше 30 минут. Так, что у нас будет здесь? Ага, они будут сюда идти и сюда. Ага, здесь такая игра. Хорошо. Будем обратно их. Как же тут лучше сделать? Давайте так. Ну, как-то так. Вообще-то должно быть, судя по всему. По центру больше надо уделять внимание. Вроде справимся. Давайте на нем скорость. А, они замерзают здесь просто. Наши эти орехи. Давайте их обратно всех. Я даже не знаю, что ставить. Давайте сюда всех поставим. Так, этих надо убрать. И этих надо убрать. И давайте отсюда уберем их. Стоп, чтобы вот так было. Здесь вообще все можно застроить всякой ерундой. Просто от балды ставить. Все равно им надо время, чтобы съесть это все. Они тратят время на это. Так что нормальная тема. А, это еще не финальная волна. Нам теперь только дают, видите, какие растения. Мины. Типа мы уже все перестроили. Нам больше не дают. То есть, тоже лимит есть такой. Не наугад все-таки это выдается. А в определенных каких-то пропорциях. Кстати, я зомби всех прям сдул. То есть, они все умрили, что ли. Мне просто показалось. Их нельзя сдуть никак. Так, это последнее, что ли? Больше не будет. Все. Ну, вот так вот прошли мы, короче, эту часть. 8 уровней. Следующий пройду с 9, наверное, до 14 или 15. Попробую, раз так быстро все идет. То есть, можно быстренько все пройти. Хорошая глава. Веселая музыка, интересное растение. Все дела. Ну, благодаря, конечно, тому, что я купил новое растение. Но и без него здесь, на самом деле, все простенько проходится. Мы даже... Я не использовал монеты доната вот эти вот даже. Давайте посмотрим, что там с квестом. Вот у меня всегда пишут. Давай, просматривай тут квест, чтобы все делалось. Я просто забываю. Ну, вот что-то дадут нам сейчас. Один гем. Ну, ладно, один гем. Lost City дальше открыть. Это мы откроем попозже. Ну, все, ребят, спасибо, что смотрели. Место заканчивается. Надо быстро заканчивать. Все, подписывайтесь на канал. Ждите следующих видео. Спасибо за просмотр. Удачного вам дня. Пока. Пока.